Вечер, 8.15 Жена ушла спать и прикрыла дверь Она сумасшедшая, 8.16 На площади за окном отдыхает сквер Я слушаю ветер, 8.17 В него вплетаются щебет птицы Жена любит каждый день просыпаться и плыть на работу Где скопище лиц Она на челочной фабрике двумя руками 9 часов шьет целый день Им выдают зарплату иногда коврами Мы отдаленно не знаем, куда их деть Она садится на пристани в белую лодку 5-10 отчаливает, пока я сплю Я поздно лег, я жалел живую идиотку Я сам не знаю, как эту жизнь потерплю В паре С понедельника целиком забиваюсь я в тишину Становясь опять перебежчиком от одних выходных к другим Молчаливо жну, что посеял, сею опять, заготовляю жнуть А жена заливается в свой за стеной отсек Что-то мелет, просеивает, варит, ткет И соседи, стекольщик, молотобоицы, травосек Не покладая рук работают, эти два и тот Нас с женой держит мысль на плаву Что пойдем в выходные кормить в пруду черепаху Она из панцирной книги своей главу Выдлиняет морщинисто, просит дать еду Мы с женой не очень-то между собой говорим Только держимся за руки иногда А свободными бросаем еду и так стоим И слегка краснеем, если кто видит нас от стыда Часы и очки Я вспомнил друга юных лет И за два шага до входных ворот заплакал Друга нет Потом, когда вошел я в них Такой случился разворот в движении в жизни Снял очки и положил их на комод К часам я слышал их скачки Потом немного отошел и оглянулся Как лежат И заново к ним подошел Нехороши они на взгляд Нет соразмерности начал у двух вещей То далеки, а то близки чрезмерно Стал, часы я двигать и очки Потом волнение улеглось Пришла жена глядит Часы лежат согласно Хоть и врозь с очками в капельках слезы Забытье Над газоном вспыхивают светлячки Выше, ниже, наобум Как шахтеры вылезли И на крючки лампы вешают Забыв свой ум Вот вечерняя какая воркута Разворачивается в Караганде Я смотрю, смотрю в окно Смотрю туда, где меня нигде Или то смертельно тихий бой Душ давно в земле и слевших тен Обернешься и в догонку за собой На подножку прыгнешь разумно Успел За окном гольчатый шпиль Эта ель горит на закате Вот приходит жена, вытирает пыль Вытирает пыль, гладит платье Иногда смотрю на нее Совершенно стоит чужая Вот сгревает она, постирать белье Жалость в сердце моем большая Но сказать, что сблизило нас Не скажу, в голове смешалось А когда породнились, сближались раз Даже больше за ночь сближались Помню, мне казалось тогда, что мы тени друг друга Что в любви теряешь себя навсегда Видишь? Выбрались из недуга И теперь мы странно стоим На виду пустой вселенной А бывает сидим по углам своим И молчим в тоске постепенно Оборона Раз в году или даже два Мы сидим в гостях или гости К нам приходят Жена едва их выносит Но терпит в слости Недвужильная Душестояние ей тяжело дается Я слышу, как она арматуры всей скрипит Держит крышу Если ж спор у меня зайдет С собеседником Я в подпитии жарок и говорлив А тот Обладает встречную прытью Меня пытается одолеть И меня в ответ распыляет Тут жена всю грудную клеть напрягает И громко лает Унижать меня ей одной позволяется А на прочих лает остервенела Я ей родной Из трущоб ее чернорабочих Разбегается по четырем ветрам Люд застольный, двужильный И разносится лай по дворам Настягающий, сильный Орел Прилетела птица Сидит под окном Перья вздыблены Смотрит рядом Человеческий рост Я сказал потом Кто сидит там? Она сказала Кто сидит? Я сказал Сидит у окна птица Дыбом серые перья С перепоем привиделась Сказала она Я сказал Глянь, сама моя перья К запотевшему на яблоческому окну Она подошла Увидела и сказала Это птица орел Я взглянул на жену В ней глаза были два вокзала Провожающих неизвестно зачем Куда И кого Провожающих два и точка Может это решка, а не орел? Не да Не услышал меня Ни одного удочка В выходные Вечерами решаем Отвтрихода У меня есть сборник задач По утрам В выходные Когда погода смотрит в окна Слышу безмолвный плач Она стирает с шахматных фигур пыль Ставит на место их Справа и слева Во взаимообразный штиль дня Это вилка Вилка нам королева Так вот проходит Жизнь Обещала научить играть И научила Законный ветер Волыб снимает И внезапно И внезапно Гаснет Вышавшись в силу Когда метелью Дом заносит Тогда под собеседника Лишь ветер косит Но как-то бедненько Закрыл свой магазин Лавасть Тоскоют благоверно И вроде праздник А грусть безмерна Так окна Залифляют пряжей Такие тают Таиньки Что мы пораньше Ложимся в баиньки Не надо больше Зло и цепко Дышать И видеться позом А только крепко Спать Мертвым образом Люиды Дома Лида моя Ходит в шерстяных Тапочках По ковру И у Лиды Накопляется Электричество Ронит Вспых Между нами Искры летят Флюиды Даже комната Освещается Может быть Мой сосед Ученый Говорит Может статься Подсознательно Она хочет Меня убить Но сознательно Преласкаться Иногда Сильнейший Проходит ток Я кричу И господи Больно Лида Мы ведь Жизнь отбываем А не тюремный срок Мы ведь Два человека А не болиды Что за странная Лида Восекновение Огня Но в ее глазах Незлой огонь Неизвестный Может статься Она полюбить Меня Хочет Для оправдания Совместного Будем Лида По вечерам Миновой Как я боюсь Учисляет Это моя трехмерная Ты иллюзорна Истинна Не рукотворна С Лидой Вот здесь Кстати в этом стихотворении Упоминаются Два имени Замечательных Ротский и Высоцкий И я хотел сказать Что вот может быть Мне кажется Что Может быть Как-то Высоцкий Может мог Влиять Вообще говоря На все Это Такие На такие Подобные монологи Которые здесь Произносятся Хотя Совершенно непонятным Образом Но невозможно Не зря он здесь возник Много мелких дел С пузырьками Идешь ко дну Как проходит жизнь Лида В сердцах вздохну Что не шкафчик Откроешь Валится требуха На голову Избыток вещей Местная ВДНХ Помнишь Колхозницу И рабочую Ее нога И его Открывали Коммунистические беда Много мелких забегов В бухгалтерию В магазин Мы оказались Хром и Лида Где деньги Зин Высоцкий Умер Тридцать один год назад Помнишь Рваный Магнитофон На его надсад Наши дети В слезах Ходили тогда В детсад И пока стояла Ночь На дворе Спасал керосин А теперь Другая заправка Круговращение Цифр Шланг Уткнулся В бак Подпирает К лексусу Шифр Не такой был Лакмус у нас Другая была Среда Мы читали роман О мастере И Маргарите Тогда Он о страхе О трусости Об умывании рук Потому и любовь там Слащавый недуг Автор Думой Замышлял Иначе Да ведь и нам Соответствовать Замыслу Не удалось Мадам Много мелких дел Неотложных Скоро И тот Кто звонит Ноль один Набирает Не телефон А счет Как сказал бы Бродский Он тоже Тогда был чтим Что сказать мне о нем Я восхищаюсь Я скажу тебе Лида Ты только слезу Три Неудобно все же Что он И еще два-три Украшали пейзаж Пока не украсили Навсегда Как-никак Мы выстрелили В грехе А без них Беда Я заначал Шкалер Он там Да не плачь ты Ну Где стоят Китайцы На лей И выпей Пойдем К одну Ну вот Теперь два письма Брату Брат Мой подвиг В кавычках Ратный Кончился До бутка Раньше Я выпивал Изрядно А теперь Не глотка Раньше Мог я Собирать Собачий Вальс Когда подопью И запеть А теперь Иначе А не мел Не пою Брат С тех пор Как не стало Сыном И с женой Негугу Раньше Я подходил К пьянино А теперь Не могу Скверно То, что я В этом Раньше Свет забыл Погасить Нынче В доме У нас Потешаешь Приезжай Погостить Погасить Второе я не буду читать, это еще одно стихотворение после кладбища. Но здесь так просто, чтобы сходу понятно было, фамилия вчерашняя. Я просто видел на кладбище вчерашний Григорий Маркович. Вот такая фамилия, подходящая для могилы, конечно. Читаю, слышишь по пути, вчерашняя Рариса Львовна и вчерашний Григорий Маркович. Пустяшная ирония, а так покой всегда шли. Прошел к родным могилам и прибрал их. Немного белых положил, немного алых. Пластмассовые два стаканчика достал, кусочек хлеба. Ты замечал, что на кладбище всегда синее небо, чем в городе. Потом налил грамм поста себе и фотографии с Погоста. Сын, я сказал, напрасно ты. Неправильно все это рано, и потому теперь мы разняты. В незаживающие раны. Потом пешком от Невской заставы шел, а ветер на Нечерезке. Слова сказал без осуждения, но кажется чуть сукаризной. Смерть превращает день рождения в трагедию. Она зовется жизнью. Как ты считаешь, Лида, спишь? Сегодня мир костью в горле промышленное Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оля… ��! Продолжение следует...